На очередном заседании Межведомственной антинаркотической комиссии обсудили вопросы профилактические мероприятия для учащихся городских школ и студентов Лабытнанского филиала Ямальского многопрофильного колледжа. Причем речь шла не только о недопущении употребления и распространении наркотических средств, но также алкогольной и табачной продукции. Какими способами планируется бороться с этими пагубными привычками, расскажет мой коллега Максим Швец. Все члены Межведомственной комиссии согласились, что лучшая мера профилактики – это максимальная занятость подростков в неурочное время. Как показывает практика, самым распространенным увлечением является спорт. В формировании системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, управлением физической культуры, спорта и молодежной политики, систематически проводятся плановые мероприятия. И основной упор в этом направлении сделан на массовый спорт, привлечение детей и подростков регулярным занятием физической культуры и спорта на спортивных объектах города. Хочется отметить, что общее количество и спектр услуг в сфере по сравнению с 2016 годом увеличится почти в два раза. Помимо посещения всевозможных секций, а также сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО, представители спортивного сообщества и сотрудники Ямальского многопрофильного колледжа предложили развивать национальные виды спорта. Перетягивание палки, прыжки через нарты и другие. Зачастую подростки из любопытства пробуют курить, употреблять спиртосодержащие напитки или более вредных веществ, вызывающие зависимость. И главная задача – своевременное реагирование на всех уровнях профилактики, говорит директор первой школы. У нас за 2017 год было выявлено 7 несовершеннолетних, употребляющих токсические вещества, которые были поставлены на учет подразделений к делам несовершеннолетних. Конкретно с ними проводимая работа – это те дети, которые ранее на учете не состояли, которые, скажем так, попробовали единожды и которые были выявлены во внеурочное время. Каждому из этих детей был назначен педагог-наставник, который осуществлял ежедневную как визуальную работу, также мониторинг посещаемости, связь с родителями, мониторинг его внеурочной занятости. И, естественно, на каждого ребенка, как документально, ведется дневник наблюдения. Что, почему и когда. Анализируем ежеквартально, ведем связь также с родителями. Школьники и студенты привлекаются к участию в профилактических акциях. Одна из них – сообщить, где торгует смертью – состоялась накануне. Волонтеры распространяли листовки с информацией, какое влияние наркотики оказывают на организм и номера телефонов доверия. Кроме того, планируется привлечь школьников к распространению плакатов с призывом, чтобы взрослые не приобретали табачную и алкогольную продукцию для несовершеннолетних. Информация о работе членов комиссии и принятых решениях доступна на обновленном сайте администрации города. Максим Швец, Алексей Урженко, программа «Время местное».